Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова давайте анализировать, что произошло за последний день на финансовых площадках и есть ли основания пересматривать наши с вами устоявшиеся фундаментальные идеи по тем инструментам, над которыми мы с вами рогеем буквально каждый день, которыми мы спекулируем и на которых стараемся заработать. Выходные впереди, видимо, рынок понимает, осознает то, что очень много трейдеров, таких как мы с вами, свято верят еще в доллар, понимают то, что и многие рисковые активы должны находиться под давлением. И вот такой небольшой, маленький презент, маленький только, то, что вчера мы увидели восстановление доллара и локальный откат европейской валюты, и фунта, особенность тех локальных максимумов, которые были показаны этим инструментом. Собственно, те, кто следит за британцем, наверняка не могли не обратить внимание на очень серьезную свечу медвежью, которая была оформлена после 6 часов вечера, порядка на 100 пунктов. И, конечно же, такая динамика, она придает бодрости, уверенности и позволяет все-таки верить в то, что есть искрытые, мощные силы, которые способны оказывать такое влияние на британцев. Поэтому наш с вами расчет, который предполагает ослабление этого валютного актива на основании того фундамента, который анализируем, он актуален сейчас. И я надеюсь, что по фунту пройдет еще немножко времени, и мы все-таки сможем говорить уже не о локальных порывах снижения, а о развитии настоящей, полноценной, нисходящей динамики. Я сохраняю короткую позицию, даже несмотря на то, что вчера мы протестировали, по сути, максимальный уровень сентября 2016 года по паре фунт-доллара и оказались в моменте выше отметки 1,30. Но мне очень не хочется обжаться на этой валютной паре третий раз подряд за столь непродолжительный период, который прошел в 2017 году. И чтобы не попадать в просаг, мне как человеку, который никак не может повлиять на те тренды, которые глобально происходят на рынке, приходится добавлять такой маленький сантимент, ментальный момент и визуализировать то, что валюта, исходя из того анализа, и все-таки присутствующих, наличивающих фундаментальных факторов должна пойти вниз. Ну, небольшое лирическое отступление, давайте все-таки не будем нарушать наш сценарий. У нас впереди идет нефть, поэтому снова обращаем внимание на этот актив. Клоус вчерашнего дня 52,45, сейчас чуть повыше торгуемся, 52,88. Но сегодня еще не вечер, поэтому рано говорить то, что и сегодня мы оформили обычаю освещу. Можно подвести итоги вчерашнего дня и сказать то, что мы видели действительно продолжение роста, который был обозначен на рынке. В понедельник, в вторник настроения изменились, распродажи последовали, в среду снова рост по факту выгода данных от администрации энергетической информации по запасам. Да, эта статистика приободрила трейдеров. Почему? Потому что, согласно опубликованным данным от администрации энергетической информации, стало ясно то, что запасы нефти в США снизились уже шестую неделю подряд, на 1,8 примерно, если округлить миллионом баррелей в сутки. Соответственно, те трейдеры, которые пытались найти статистический позитив на рынке, его получили. Ну, и шесть недель – это действительно много. Это снова говорит о том, что потребление на американском рынке находится на очень высоких показателях со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но я, как и всегда, предлагаю зрить корень. Не нужно анализировать только поверхностную статистику в виде запасов. Есть еще и запасы бензина, запасы производных нефтепродуктов, есть еще и динамика по увеличению нефтедобычи в Штатах. И есть еще прогнозы, которые мы регулярно получаем от разного рода региональных страновых ведомств по поводу оценки ситуации, возможно, сложившейся, которую мы можем увидеть в ближайшее время. И, как я уже вчера говорил, друзья, сейчас рынок нефти – это два лагеря трейдеров. И трейдерам приходится сейчас метаться. Обращаю внимание, это он один фундамент позитивный – ожидание встречи ОПЕК. И она не просто не загорает, она уже на следующей неделе, 25 мая. Считается, что встреча формальная. Учитывая то, что в этот понедельник мы слышали заявление, совместное увидели заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии, то, что сделку продлят уже, пусть даже на 9 месяцев вперед, до марта 2018 года. Есть вот этот позитивный момент, есть то, что поддерживает настроение. Есть тот самый базис, который сейчас еще держит, опять же, быков покупателей на этом рынке. Они надеются, что можно будет увидеть повторение того, что мы наблюдали ближе к концу 2016 года. То есть к концу 2016 года. Вы помните, когда только обсуждали сделку энергетического факта, рынок активный рост, потому что я верил в то, что она и является тем самым необходимым фундаментом, который сломает вот этот тренд исключительного роста запасов в мировом, разумеется, масштабе. Исключительного переизбытка и поспособствует ребалансировке от всего сектора углеводородов и энергетического сырья. Но уже 4 месяца никакой ребалансировки нет. Поэтому, друзья, если вы все-таки делаете ставку на лагерь трейдеров, которые отстаивают длинные позиции, считают то, что сделка ОПЕК будет результативна. Я очень хочу, чтобы вы тоже заработали, безусловно, потому что я хочу, чтобы те трейдеры, которые анализируют фундамент, зарабатывали на нем и не разочаровывались как в способе анализа финансовых рынков, так и вообще во всех финансовых площадках, где можно зарабатывать большие деньги. Но я призываю вас 10 миллиардов раз подумать, уже руководствуясь опытом несостоятельности и отсутствия какого-либо проявления эффективности сделки первого этапа соглашения, который заканчивается в конце первого полугодия 2017 года, руководствуясь этим опытом, не преувеличивать значимость и эффективность этой сделки. И все-таки больше работать с цифрами, больше работать с реальностью. Если вы относите себя и позиционируете себя не как, скажем, долгосрочный трейдер, не как как косрочный трейдер, который использует возможности на разных продолжительности таймфреймах, ну тогда мой совет, можно, конечно же, рискнуть и попробовать поспекулировать краткосрочно, краткосрочно. Это максимум на несколько дней, а в плане роста. Но потом все равно придется развернуться. И даже если не рынок фундаментом убедит вас в этом, то, по крайней мере, то, что будет происходить с нефтью, разгрузка, которая последует, я уверен, а через какое-то время после 25 мая, даже и пораньше, уж точно напомнит вам, почему позиции Медведей изначально были гораздо крепче. Ну и что касается негатива, здесь его тоже очень много, больше гораздо, чем позитива для рынка. Это и не забывайте про доклад Международного антического агентства, это не забывайте статистику администрации антической информации США, не забывайте о том, что перепроизводство на текущий момент больше, чем на 300 миллионов превосходит зрению, я думаю, за последние 5 лет. Не забывайте о том, что текущих усилий и действий при неизменности квота будет недостаточно, это 100%. Об этом уже сказали все, кому-то не лень. И даже мы, не имея возможности, если бы у нас не было возможности анализировать такой международный фундамент, мы бы также пришли уже давно к этому выводу. Поэтому короткие позиции, они просто обязаны сейчас сохранять свою актуальность, они таковыми являются. Сегодня у нас на десерт, как и всегда, отчет Бекер Хиллс в 20.00 по московскому времени. Я не сомневаюсь, что мы будем говорить в понедельник уже, соответственно, после того, как вернемся на площадки к трейдингу после выходных, будем подводить результаты вот этого отчета, в том числе, скажем, то, что запасы, точнее не запасы, а количество сланцево-буровых увеличилось на больше, чем на 10 штук, я уверен, уже, получается, 17 или 18 неделю подряд. С созданием условий для соответствующего увеличения роста нефтедобычи в Штатах. Поэтому, как и раньше, я рекомендую не расслабляться сейчас, не поддаваться этим локальным позитивным моментам, которые на рынке в плане статистики, ожиданий и реального движения, которые мы видим, появляются. Все-таки, еще раз повторюсь, зрить в поле, не понимать, почему рынок нефти не так давно и вовсе претендовал на то, чтобы очень быстро добраться до отметки 40 долларов за баррель. Вы помните о коррекцию двумя неделями ранее, когда мы преодолели поддержку 50 долларов за баррель и не остановились на этом рубеже. Рубль 57.37. Ждем дальнейшего ослабления российской валюты. Постепенно, сколько рубль отдает стоимостные пункты своим конкурентам, в принципе, действует все в конве ожиданий и в соответствии с теми расчетами и прогнозами, которые разделяли мы. Доллар японская иена. После очень серьезного снижения обвала, которое мы наблюдали на протяжении практически всей этой недели, вчера последовала восстановительная динамика, доллар немножко оклемался. Сейчас котировки 111.38. Причин, друзья, на мой взгляд, несколько. Ну, конечно же, это и статистика, на которую стоит обращать внимание, сильные макроэкономические данные, которые немного подогревают интерес к покупкам доллара, возвращают опять же идеи, основанные на спекуляциях по поводу изменения процентной оставки американского регулятора, и немного гасят негатив относительно политической неопределенности в Штатах. Из статистики заявки на пособие по безработице не будем сейчас говорить про цифры, они у меня, в принципе, перед глазами, но я думаю, что запоминать их нет смысла, потому что будем запоминать их тогда, когда возникнет какой-то прецедент слома того восстановительного тренда, который появился. Пока его нет, мы исключительно растем, рынок прогрессирует, поэтому и заявления представителя американского регулятора постоянно пестрят этим прогрессом, который показывает этот сектор. Reuters публиковал прогноз на основании оценки и взгляда множества экспертов, на которые они обычно ссылаются. Так вот, ожидается, что во втором квартале 2017 года ставка снова будет повышена на 25 байсных пунктов, потом еще раз в третьем квартале на 25 байсных пунктов, что в целом уже со стимулами, которые все-таки будут проявлены со стороны Трампа, приведут к росту экономики. Готовы услышать эту цифру? На 3,2%. Конечно же, очень много. Я не разделяю позицию и данные опроса Reuters. 3%, 3,2% это очень много. Истинная цифра будет ниже, хотя вот вдогонку, опять же, этому прогнозу Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, как будто бы, отвечая на вопрос, они преувеличили ли вы с столь серьезными и положительными ожиданиями, я отметил, что это также ориентируется на 3% экономического роста к концу этого года. Еще у нас была возможность вчера послушать Лоретту Мейстер, одного из представителей ФРС. Здесь точное повторение формулировок ее коллег, то, что ставка будет повышена уже в июне. Ну и, друзья, мы говорили с вами про очень серьезный фундамент, негативный, касательно того, что и в Washington Post, и в очень влиятельных издательствах появилась статья, где был, собственно, поднят компромат и представленный на всеобщий общественный суд в отношении Трампа, что он якобы обращался в феврале к тогдашнему руководителю Федерального бюро расследования Джеймса, фамилию, если честно, точно не помню, помню, по-моему, и просил приостановить расследование касательно связи его советника по национальной безопасности, советника Трампа с Россией. Этот новостной фонд мы с вами, мы о нем говорили вчера, да и, в принципе, совершенно очевидно, что он стал определяющим для тех колоссальных распродаж американцев и перетока трейдеров в защиту, потому что все прекрасно понимают, что такого рода новостной фонд может стать причиной новой обвинения в адрес Трампа, из-за которых снова будут отложены ожидания по реализации реформ Трампа, налоговой реформы здравоохранения и увеличения бюджетных трат. Этот новостной фонд сейчас уже не так актуален, поскольку вот буквально последнее, что можно как бы на другой чаше весов обозначить, то, что кроет это видеоинтервью, собственно, самого руководителя ФБР, который опроверг все эти слухи, предположения рыночные, непонятно отхода делась эта информация, отметил то, что никогда таких разговоров с Трампом не было. И приостанавливая какие-либо масштабные и столь значимые дела, разумеется, он никогда не опросил. Пока что рано говорить, сошла ли эта тема на нет, то есть отыграла ли она на рынке и успокоились ли трейдеры. Но то, что мы вчера увидели все-таки локальный откат, то, что трейдеры не потащили, собственно, свои капиталы в очередной раз в расположение защитных активов, в этот позитивный момент, я еще предлагаю, потому что сегодня, учитывая эффект пятницы, у нас есть и локальная предпосылка увидеть еще больше ралли по доллару. Ну, пусть не то, чтобы еще больше, но, по крайней мере, тоже восстановительно. Она нам сейчас нужна, потому что если бы доллар-японская иена оказалась ниже отметки 110 иен против доллара, ну, тогда было бы, конечно же, страшно за перспективы доллара, потому что преодолеть сразу несколько фигур за несколько дней – это очень много. Поэтому, друзья, давайте резюмировать. Доллар-японская иена все-таки сохраняет лично меня, как покупателя в своих рядах. Я считаю то, что доллар может вырасти при появлении дополнительной фундаментальной поддержки и считаю то, что мы, как и раньше, прави оцелиться на более высокие ориентиры. Фунт против американца. Здесь стоит отметить, что вчера мы возлагали надежду на роничные продажи, полагая то, что высокая инфляция, которая в прямом смысле зашкаливает, уже четвертый месяц подряд держится выше целевого значения в 2%. Инфляция, которая априори должна гасить потребительскую активность, поскольку находится гораздо выше, чем прироста заработных плат. Инфляция, которая должна впоследствии создавать нагрузку, провоцировать снижение заработных плат, должна привести к более слабым показателям по роничным продажам. Но вчера по роничным продажам мы увидели не просто радиально противоположный расклад, мы увидели статистику, которая больше основана на том, что инфляция в регионе остается стабильно в пределах 2%, зарплаты растут при этом проценты на 3,5%, и никто никогда не слышал и не имел понятия о том, что такое Brexit. Потому что роничные продажи выросли в два раза по сравнению с прошлой оценкой, с 2 до 4%, и в месячном выражении мы наблюдали цифру с минус 1,4% прироста до 2,3%. Я до сих пор допускаю, что это какая-то ошибка, то что, возможно, какая-то сезонность стала причиной повышенного спроса на те же самые авиабилеты, на товары длительного пользования, которые своими компонентами и общим вкладом сказались на фактической цифре по роничным продажам. Но я не верю в то, что потребительская активность находится в нормальном состоянии сейчас, я не верю в то, что она будет влиять на показатели экономического роста. Поэтому я все-таки, друзья, предлагаю, как и раньше, не забывать про те отчеты, с которыми мы работали раньше, про промышленный сектор, не забывать про все риски, связанные с Brexit, не забывать про самую важную высокую инфляцию. И если уж не хватает сейчас уверенности, чтобы зайти в свои терминалы и поставить ордер на сел, то, по крайней мере, не торопитесь с покупками, потому что вчерашняя сессия, она еще раз наказала нам то, что распродажи могут быть мгновенными и существенными, и мгновенно их объяснить будет очень трудно. Придется просто ссылаться на то, что негативный фундамент копился уже давно, и вот был дисконтирован в собственной стоимости этого инструмента. То есть по фунту я пока сохраняю короткую позицию, благо депозит позволяет, но мое терпение тоже не вечно. Если британец каким-то чудом умудрится претендовать сейчас на тестирование сопротивления 1.31, тогда придется. Лично мне смириться с тем фактом, что по фунту уже третий раз подряд я потерпел фиаск, но пока говорить об этом не буду. Доллар канадец, друзья, здесь на этой валютной паре давайте сегодня и закончим. Почему канадцы я сейчас вынес на наш ежедневный обзор и рассмотрение? Ну потому что сегодня у нас два очень важных отчета по Канаде, роничной продажи и индекс потребительских цен в 15.30, статистика будет опубликована. И важно понимать то, что в случае снижения индекса потребительских цен банк Канады снова будет говорить о всех последствиях, опять же негативных последствиях и влиянии на темпы экономического роста, слабости рынка недвижимости, недостаточной активности потребителей и возможности снижения процентной ставки. Ставку мы будем с вами пересматривать уже на следующей неделе, но скорее всего она останется без изменений. И еще по Канадцу более серьезный фундамент, он основан на вчерашних комментариях Дональда Трампа о том, что он предложил Конгрессу рассмотреть возможности пересмотра торгового соглашения НАФТО. Я думаю, что это самая настоящая молния для торговых партнеров США, молния для регионов, которые сотрудничают со штатами по соглашению НАТО. Это Североамериканский альянс зоны свободной торговли, это трехстороннее соглашение Канада, Мексика, Соединенные Штаты Америки. Нас интересует сейчас канадский доллар и то, что с ним может быть. И если в ходе обсуждения, сейчас 90 дней есть по регламенту, когда этот документ могут пересмотреть, может быть даже США в конечном счете, как и говорилось ранее самим Трампом, может покинуть данное торговое объединение. И не нужно мне говорить, к чему это приведет для того же самого канадца, потому что мы помним, как канадская валюта болезненно отреагировала на повышение экспортных пошлин на поставку DVC со стороны этой экономики в Штаты. И если сейчас дело дойдет до ужесточения, опять же, вот этих барьеров, повышения экспортных пошлин на прочие категории товаров, думаю, что канадец так и останется у нас числе аутсайдеров. Добивать его еще будет и снижение цен на нефть, о чем мы уже с вами поговорили. Европейская валюта уперлась в сопротивление 1.1150, сейчас котировки 1.1111. То есть отскочили мы от этой психологической планки. Не хватило силенок у европейской валюты, чтобы затащить себя против доллара повыше, потому что доллар все-таки снова вмешался в игру и отбил несколько десятков фунтов у своих конкурентов. При неизменности текущего фундамента, и при том, что если доллар найдет все силы, чтобы хотя бы поступательно продолжить отыгрывать ранее утраченные стоимостные позиции, более высокого значения по евро мы не увидим. Но также справедливости ради хочу отметить по-прежнему актуальную тему с рыночным настроением и показателями индекса настроения о марке Skyman. На текущий момент, собственно, как и днем раньше, по-прежнему зашкаливают продажи, поэтому до тех пор, пока этого позиционного слома не произойдет, можно говорить, что стопы расположены гораздо выше текущей планки, и пока рынок не прощупает, их разворота не последует. Но, опять же, это только краткосрочная динамика, если вы ориентируетесь на долгосрок, здесь, как и всегда, приоритетом являются продажи. Из важных отчетов сегодня статистика по Канаде 15.30 и в 20.00 отчет Baker Hughes, друзья, потерпите до вечера, обязательно проанализируйте эти данные, посмотрите, как они будут отыграны на рынке, я надеюсь, что мы увидим снижение по бренду и все-таки снова будем настраиваться на возвращение в район 50 долларов за бар. Ну, а детально про всю эту статистику мы с вами поговорим в понедельник. Собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание, хорошей вам заключительной торговой сессии, хороших вам выходных, проведите их достойно, хорошо, не растеряйте положительное расположение дух, потому что на следующей неделе у нас будет очень опасный в плане волатильности. На следующей неделе у нас много серьезных инфоповодов, начиная от целого блока статистики по Штатам, протоколами последнего заседания американского регулятора и кончая, конечно же, долгожданного заседания ОПЕК. Будет ли оно судьбоносным для рынка нефти? Я надеюсь, что нет, поскольку судьба рынка нефти уже давно определена, и это судьба терять и терять с возвращением в район 40 долларов за бар. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.